Больше 150 инфекционистов со всего региона приехали сегодня в Сургут. Поводом для встречи стала окружная конференция, на которой специалисты обсудили новые тактики лечения, профилактики и диагностики заболеваний. В повестке значились такие диагнозы, как вирусные гепатиты, цирророспечени, клещевой энцефалит, кишечные инфекции. Не обошли вниманием и корь, тем более что в этом году в Югре уже зафиксировали несколько случаев. Один из них в Сургутском районе. 16 человек переболели корью в Нягоне, пятеро сейчас госпитализированы в Сургутскую окружную клиническую больницу. И хотя все эти случаи завозные, врачам все же пришлось экстренно вакцинировать тех, кто контактировал с больными. В целом корь распространяется потому, что иммунная прослойка населения упала. Специалисты часто фиксируют отказы от прививок, причем необоснованные. Для того, чтобы у нас была территория, на которой произошла элиминация кори, заболевания, охват вакцинации должен составлять более 95%. Но эти цифры, конечно, не достигнуты. Если у вас или членов вашей семьи еще нет прививки от кори, врачи настоятельно рекомендуют ее поставить в ближайшее время. Вакциной в полном объеме обеспечены все поликлиники Сургута. Получить направление на прививку можно у участкового терапевта или педиатра. Рекомендуют медики защитить себя и детей также от клещевого энцефалита. Наш регион входит в красную зону по распространению этого заболевания. Раньше, согласно статистике, в основном клещей из себя снимали жители сельской местности. Сейчас процент городских, которые встречаются с этими опасными насекомыми, стал преобладать. В основном клещи присасываются на дачах и в лесу. К тому специалисты рекомендуют дополнительно обезопасить себя вакциной. С начала этого года привились от энцефалита в регионе около 18 тысяч человек. Также в медучреждениях можно поставить вакцину от тулеремии. Наш округ представляет собой территорию, которая неблагополучна по таким природно-очековым заболеваниям. Мы ожидаем, конечно, в этом году надеемся на стабилизацию ситуации. Но мы все, наверное, помним с вами 2013 год. Крупнейшую в мире вспышку тулеремии, которая была связана с большой численностью грызунов и дальнейшим распространением трансмиссивным путем, то есть через укусы комаров. Забывать об этом нельзя, и поэтому проводится системная профилактическая работа. Продолжение следует...